Ваня Зотов сосредоточенно подбирает детали. Это его первый робот. По его задумке машина должна распознавать черную линию и двигаться строго по ней. Задача для новичка не из легких, но у Вани большие творческие амбиции. Я хотела бы взять искусственный интеллект, который мог сам думать, сам сочинять что-то, сам писать и раз в другой. В три года кто-то берет в руки букварь, а кто-то осваивает робототехнику. Это не вундеркинды, обычные дети. Обучение в Центре механики и робототехники СГАУ начинается с трехлетнего возраста. Малыши поначалу собирают роботов из специального конструктора. Через несколько лет они сами смогут их спроектировать, создать и запрограммировать. Многие дети, только когда начинают заниматься робототехникой, понимают, для чего нужно физику изучать, для чего нужно математику изучать, как вот этот датчик работает, датчик расстояния, датчик перемещения. И у них появляется вообще интерес изучать что-либо. Осознанная учеба открывает двери в престижный вуз. Подготовленному студенту могут доверить серьезный проект. Например, такой. Это высший пилотаж роботостроения. Антропоморфный робот или андроид. Создан по образу и подобию человека. К программированию Аркаши, так ласково зовут этого андроида, приложили руку и студенты Аэрокосмического университета. В сфере робототехники профессионалов не так много, оттого и ценятся они высоко. Развитие этих технологий называют трендом на ближайшие десятилетия. В будущем такие роботы могут заменить людей на многих производствах. Может даже заменят журналистов телеканала «Самара ГИС». Но у Аркаши другое будущее. В 2020 году он отправится на МКС, где будет работать в открытом космосе. В который раз подтверждается Самара – город космических технологий. Валерия Макарова, Максим Гусев. События.